раз-два-три раз я бы мог предложить я бы просил не говорить в зале вот выяснилось что у вас немножко не очень со временем вот я составлял программу естественно на это самое прощание с майским льдом составлял ее совершенно спонтанно концепция заключается в концепции песни которые написаны в самое разное время одна из них написана в конце восьмидесятых а другая написана пару месяцев назад с нее я думаю в принципе будет начать дорога в Кенянске если буду я вообще не собирался лажать ну как там напиваться я уже валяюсь под микрофонами ну как и сделать хватит но немножко устал так что лажа какая-то избивки могут быть так что извините еще не доехав до царства кольца трамвай свалился в кювет кому-то разница семь часов кому-то семь десять лет в Сеул поливал ядовитым дождем там лука заливные и облака у нас очень много обрывков стеклашек но все мы в огромных руках на тех кто не в теме ласковый будда с улыбкой спорят кишки другом уже строем ползут в упаде воды все таскаешь в мешки все реже следы по их храму ведут все чаще бываешь пьян а там за окном коридором алмазным струится Дорога в Кенья Парижская девочка всходит на мост раскрыла объятья река цари превращают народы в компост стекаются годы в века на выборах плачет мортлой узбекий мне перейти Рубикон последних счастливых надо сделать несчастными такой закон когда-нибудь и пусть тирает блюнов на плинзет споют про любовь но пока ветер дует кто справа-то слева тараканом достанет мозгом но вот ложка мёду большой ночкинёт большой ночкинёк звери, звери и дозьян но всё это будет так далеко ага ты поедешь в Кеньян ты можешь купить себе новое пах но тебе советолог любой скажет в России медведи по улицам ходят ты в тундры живёшь дорогой а здесь своя пропаганда все ялки-ублюдки Россия вперёд как плачет Господь в невидимом небе никто никогда не поймёт корни в колене непонятные шрифты из деньги и шрифты рабов в чащу спасаться поехал-то он жив-то рвом от спаса грибов а всё ведь так просто выбросить по мою и у тебя только золото хлеб тебе будет нужно одно только сердце когда ты приедешь в Кеньян сметёт небоскрёбы в Кеньян и северных и северных льдин младенцы спардамцы сестерых бразы за скалы мы живём только один глаза амбразурь и острые зубы и когти как в бессе в аду мне здесь не поймать ничего кроме глюков и я за билетом иду ведь надо во что-то в господи верить пока б и не выставил счёт святой образок и пляжка со спиртом что нужно в глупп поэту ещё анархия вера идея чучхэ молитва работа семья и выйдет планета как на ладони когда не поедешь в Кеньян вот так надоело всю жизнь потыкаться но это никогда никуда не убрать хвейский парень наелся ланьков и дальше пошёл брать встану я утром надежда внутри жёлтым цыплёнком жрёт но питер раскинет щупок соседи и сзади неё сожрёт ведь них здесь похожи один на другой как близнец на близнеца и у меня заел бесконечный тубик и ожидание конца так что завтра вечером как для алхимического я распорю свою я и помолившись с билетом в кармане я наконец-то поеду в Кеньян все просто все конгениально как пляжущий в ящике реклон бог дал человеку свободу тот естественно выбрал зло потомки его раздавили память наркотик выливая в кровь но потом рождество и далее потерь с другом мера надежда для него живым или мёртвым на небо по землю к тебе самому лежать нахуй ты расслабься как будто на грушенке крыла продолжая шуршать а я встану утром потом день и вечер как будто три шага в ряду а ночью мне снится один и тот же сон прогулки потом кому льду а здесь все опять проще пареные лепы бабы стрелялки и вино кришник бормочет про часы патриарха перес пустое окно и этики и сектанты пляшут по улицам и площадям день парады на горе сапиром ломбатом клетки на радость плетям парень и горлеток упал нервану шашлыком для диких свиней их мятежный лепископ подавился морщом уйдет тень рогов на стене на стене падает снег на полумерные души более трехсот дней в году здесь даже как кровать под одеялом под одеялом прогулки потом кому льду ух не ух а сейчас мы всех запьнем за пояс не хвались идущий на разь когда табуреткой вырвет зубы как будешь квартирник играть опять не если не сломается ты не смеши лепть на слабкое слово свобода для диабетика смерть что вы пугаетесь семнадцатым годом лучше уж там чем в аду а кому так просто сидишь в кафе Девушка пела в цитковном хоре ангелы, пели с ней. Тупо остаться в храме навек, и сердце стучит все сильней. И главное, толку отделать движение в мире вечного никогда. Но среди череды поражений где-то все-таки светит звезда. Среди болот, что земной шар, среди болот, что земной шар по крыльям тянется к небу в руках. И пусть сложить пальцы в трои перстей все время мешает стакан. Крестик нахельный шепчет прямо, будь с собой вьет в бреду. Ты еще жив, и где-то есть берег, иди к нему. А то, кому идут, ты еще жив, и где-то есть берег, иди к нему. А то, кому идут. Человеческая жизнь, поезд в отпуск на юг. Ну, увидев свой адрес, он воспринимает это, как каюк. Неравнодергаются, теребя ключи. И человеческим голосом кричит. Оставь мне эту полку, пусть одной над ней горит. И нерабочий тамбур, чтобы мог я там гудить. Пусть мчится куда угодно, желтая стрела. Человек-дурак. И все дела. Пристрели, пристрели. Мы будем помнить эти дни. Когда в нашем доме заскутся огни. А пока прощай. Сидите и шли стой, а есть все равно. Комбои-вестернах, передовики в советском кино. Быдло в метро, элита в любочных и пивных. Пять рабочих дней, два выходных. И тогда не все это еще один раз. Смысл сталкиваются, как шипи КамАЗ. Идут в рукопашную, скидываются по рулю. Кругом сплошные придумки, а я сплю. Так пристрели, пристрели. Мы будем помнить эти дни. Когда в нашем доме заскутся огни. А пока прощай. Детя Ваня понял все это зря. Рывался, рывал, нилые листочки с календаря. На шее петелечка затянулась. Съел светочек бабочек и проснулась. Жили были мусульмане, наудеи и буддист. В клетке у них жил огромный крыльст. Они кормили его шурмой и масой. Он мечтал их съесть, чтобы не быть овцой. Так пристрели, пристрели. Мы будем помнить эти дни. Когда в нашем доме наскутся огни. А пока прощай. Так что же нам делать, думал народ. И дышал дерьмо. Дерьмом спуская в унитаз кислород. Потом разбегался кто в рай, кто в ад. А я наблюдал, смотря как пухнет моя голова. Это было долго, сто тысяч лет. Но вот ты пришла. В руках пистолет. Солнце отражалось в твоих прекрасных глазах. И я наконец-то улыбнулся и сказал тебе. Как пристрел ты их, пристрел я. Мы будем помнить эти дни. Когда в нашем доме наскутся огни. А пока прощай. Ну это все относительно новое. Надо старую песенку попеть. Действие осталось. Очень от многих я отказался. Их десятки просто. А вот некоторые остались. Пальсяковский возраст накрыл соседа. Украл у него ветчину. Я остался ничем. Я скоро приду, пойду ко дну. Я устроился дворником. Смахивать пыль с облаков. Как пионер с черно-красной духовки. Вечный класс наготов ко всему. Умно в приемной, сэр. Отвратительно пахнет жизнь. Ее получил я в файке. В количестве одной штуки. В плюках солнечный луч. Может, дадут больше. Тогда по телу прокатится путь. Сталки войдут в голову. С треском захлопнется дверь. Уронить бы ключи. Рядом с безжизненным телом держать. Нерасторгней мужчины шаг лежать. Это лучше, но все же не так. Как хотелось бы. Хотелось бы жизнь гореть огнем каждый день. Разрываться, как пастельно веком красное сердце. Графить коричневый след. Так жить. Сколько бы не было лет на рту написано. Для творовой шпаны нужен занавес. Майка есть и шпаны. Ей нужен повод. Но это вопрос не ко мне. Повод там же, где истина. В красном крепленном вине наплевать. Бутылка или пакет, лишь бы жрать. Эту гадость и сорок лет, а потом. Раствориться, сгинуться и филонет. Как Пирсиколия. Железная скрепка. Стать осадком на две моря. Озеры велики от несчастной любви. Кровой фондальчик пускает и плачет. Слезы света морской волны. Это значит, вы просто попали в сны и шьем в них. Как кто-то до нас и после нас помнит. Память подголодится ласковый спас щеткой. По изборстенной седой голове водкой. И люби, надейся ей в Бога. Последний куплет догорает сучой трогой. Последний отверт отправляет сухой за Родину. Но войне позабыли давно. Но просто кто-то снимает кино. Снимает не более кино. Не более кино. Не более кино. Не более кино. Немножко не грузить. Немножко привлекательный момент внести. Песня тоже. Была очень не тоже. Последние старые, очень 90-х годов. А вообще-то такое, ну, какое-то новое. Ну, я ее назвал, он был про себя антишуточный. Она написалась очень легко, потому что спасибо покойному. Ну, Саша, не помню, чего я у него просто спер ритм и идею. Но у него серьезная песня была у меня. Ну, антишуточный. Сегодня я встал очень рано. Ну, сегодня я встал очень рано. Хоть не надо мне на работу. Но весо не загложет нахер. И пошел я в лес готовил. И опять без работы никому и нигде не нужны. Нет любви, нет работы и жизни. Остается в кровати валяться. Дебардье перевесил все вывезти в городе. 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 Соло! Соло не будет, нет? Соло не доедло. И в себе чего-нибудь стоило. Знався хоть каким-то делом. Убил бы в себе гада. И вступил бы в союз с Навальным. Но хватает только на водку. Денег нет, но она все рядом. Так что живите, родные. От меня никаких революций. Дебардье перевесил все вывезти в городе. Дебардье перевесил все вывезти в городе. Дебардье перевесил все вывезти в городе. Петь я не буду, но вообще она у меня вот тут есть, конечно. Сейчас будет песня про дзен, посвящается, подбивать можно сколько угодно, посвящается сейчас уже, ну, время-то идет, все меняется, сейчас уже посвящается всем несчастным, убогим людям, которые вообще поверили во все вот это, в буддизм, все. Ну, какие там у них дзен, хуен там, я не знаю, это полная херня, есть Господь, а с Христос больше нет ничего, ну, нет, че, извините меня, лучше вам не видеть, как он выглядит. Привыкшая умирать на старе, на памяти жив-то долг, любимая, если бы мы жли в корее, мир был бы не так жесток. Стоп! Красное солнце, пахнет, ставит спину вверх и вперед поскорее, и не родила бы мне сына, ведь мы бы не боялись детей. Но здесь весь фантомая бабочка продолжит свой жизненный цикл, у каждого есть своя пилограмма, свой ножик и свой мотоцикл. Вчера у меня был в гостях, человек, он не любит постмодернизм, адрес, шоссе, анатархизм, фашизм, коммунизм. Цена больше не будет никогда! Цена больше не будет никогда! Последняя бабочка нежной кожи, а все остальное не счет. И вот мы с тобою едем в Камбоджу, мы боги, отец наш полпот. Мы будем жить в пистольных дворцах, в труду вызовя свою кровь. И мыгло нависывает в плащелях, прославит нашу любовь. Но что делать в детонном городе, где отсутствует даже вокзал? В этих мечтах видеть сны хорошо, когда их пока не откроешь глаза. А дальше в бараке, наполненном пылью, в иглу не взялается лиц. И я коплю последние силы, чтоб верить, мечтать и любить тебя. Цена больше не будет никогда! Цена больше не будет никогда! А последняя бабочка, конечно! Ой, не ж, подниму! Ура! Привет! Рабы заслужим! Рабы, спасибо! Рабы заслужим, что я говорю! Звери из каменных клеток волна, открой глаза! Ну и в гуляй поле вечера в малиновый зон! Ну и научились ездить верхом, драться и стрелять! Пусть завтра пуля, или штыкло, в письме, или грех погулять! Но нет ни белых, ни красных, ни черных, как вновь тревог. Пустой свет, кругом одни сытые морды, и тебя со мною нет! Как глупые часовые, спеют друг друга мороз и жара. И остается век в дух, надеется, что каждый из нас будет рад и цена больше не будет никогда! Цена больше не будет никогда! В клетке молчит одинокая птица, смеется усталый конвой, смеется усталый конвой, но ты не можешь не согласиться, что мы хорошо провели выходной. Пусть это было в наркотическом сне, пусть это было вчера. Когда-нибудь все это будет, 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 мы выйдем за край и цена больше не будет никогда! Цена больше не будет никогда! Цена больше не будет никогда! Слушай, немножко по вас сбить, и чтобы было интереснее, я вам скажу два слова, потому что я этот фильм написал в конце 90-х, но буквально несколько месяцев назад я послушал лекцию отца Андрея Кураева про буддизм, и выяснилось, что я прав был. Ну я-то пальцем в небо, я человек малообразованный, а он всюду так бы сказал, а только рассказал, что я понял, что ты, как бы, я молодец. Я небольшой, с вашего позволения, ну не скажу медляк, но обязательно должен быть, в любой программе должна быть песня такая, которая не... Тоже старый достаточно. Ну, дорогая. Там работают карлики, ростом сменяет лето, там сменяет зима, снег сменяет дождь, там ты, любовь моя, живешь осенью, осенью. И летом, зимой, и весной, и с автоматом на плече, с гитарой за спиной. Мы с тобой, ты, я и он, втроем идем. А мы часовые листья стополей, проволока из ветвей ждали мы, вот-вот наступят иные времена, Но то, что мы им налили, каждый выпил до дна. Осенью и летом, зимою и весной, ты отрежешь голову, я порву с тобой. Ты не нужна мне, милая, без головы. Идем домой, втроем мы. Ты, что осталось, крюк и дурваных крыла. Десять лет прошло, как ты умерла. Снег читает сказки, ветер рубит трава. Мне все кажется, ты жива. Осенью и летом, зимой и весной, как всегда, Сперва вонитель, потом зною. Опять мы с тобой, ты, я и он, втроем домой. Идем! Распрянуло наш концлагерь вороняем. Дождик, сну, надпись, каждому свое. Мы живем теперь совсем друг в стране. Позабыв, что двадцать лет, наконец, осенью и летом, Зимой и весной, с автоматом на плече. За гитарой, за спиной мы с тобой. Ты, я и он, втроем домой. Домой? У нас, как бы, птичка, от которой мы плясали, собственно говоря, был альбом «Ледниковый период», последнее «Министерство любви». Ну, вот, мы сегодня поговорили с дворяном и думали, что, что себе, в общем, дело следующее. Вообще, у меня на подходе как бы Сольди, к сожалению, он сейчас не готов, поэтому я его не смог привезти. Вот, но он тоже дойдет до Москвы, до всюду. Сольди был практически весь записан. Вот. Но, нет, я к чему говорю, что начинали мы фестиваль из-за «Ледникового периода», поэтому я обязательно одну песню должен петь оттуда, из этого альбома. Ну, мы споем, ну, то, что мне проще, но эти песни мечтать. Все разбились на пары, именуя царапалку. Цель становиться старым, лучшее место кровати стол, чтоб подделать такие реалии. Слышишь, быстрей, в жизни нет, и быстро раздавать хочешь, Идти вперед, пишешь всем отряд. А я хотел было пожить в лесу, Но золые комары едят тебя, как колбасу, Разрежут руки-ноги, чтоб кормить твоих детей В ледяной пустоте. Утром с солнышком умыться, вот тебе и зарядно. Весь день такая летела птица, крокодиловая кожа, зубы, Тени сладостранные для мартышек, поросят и ягнят. Да летел бы там аури, под шут, аури на крыльях, Порядка я хотел бы пожить в лесу. Но золые туристы едят тебя, как колбасу, Затамят сволочек палатками, Размажут по стене, в людях родные тишины. Закончен, поскольку я концепции не делал в программе, Вот, спою подряд. Ну, совсем маленькую она будет как бы прелюдия. А потом... Бортийцы, да мальчишки, бальчиш, Занимались исследованием крыш, Идеологический момент сошел на нет. Задушил не лесту, охреневший маур, По кровских воротах заспел динозавр, Велеса сломал свою кузню, И ушел в декрет. Аж гавурнукнул до пикмаку, Поезд в Калибуде в сию далеко, Тусовались проводники, как в песнях ноля. Все про все прохолопал русский народ, Что народ, что не жертв, Кто в рот, слава богу, Как еще вертится земля. А если не боишься поста, Можешь в саду выпить по поста, Служить хэви-металл, Алистерик тезешь наблюдать. Но тогда не надо ля-ля, Нового введать, головы введать короля, Встань на четверетие, И позволишь это не продолжать. Ну все, вот это будет последнее. Когда это случится, Американцу гамбургер протянут, Французы напоят вином, А итальянец макарон будет есть, Мы будем привыкать. Пока в окне Маячит незнакомка, И сало пожирают В катакомбах Время наше Подняло В двух шагах от рая. На Генебасовской Открылась обиванная, Там были девочки Маруся Роза Рая. В двух шагах от рая, В двух шагах от рая. На Генебасовской Встать в двух шагах от края, На Дерибасовской открылась и вонная, Там были девочки Маруся, Роха, Рая, В двух шагах от края, В двух шагах от края. Карета, как ракета, Но это сон, оно не устальное утро, Чьё в метро работа отошлата и скука, Боль безысходности, тоска, Молзёт по снегу муравей, Сосёт безмолвия, Оставшиеся силы рабы уныло, Тащит камушек на гору, Херня война, Сюрреализма в двух шагах от края. На Дерибасовской открылась и вонная, Там были девочки Маруся, Роха, Рая, В двух шагах от края, В двух шагах от края. Держался до конца. Но разломали автоматы с газировкой, И разбили на рейвы разноцветных люфток, Разбили воздух молотком Посреднее метро. Посреднее приготовление самурая, Сталин, разряжающий сны мечтые сказки, А дальше всё. Рекламный блог в двух шагах от края. На Дерибасовской открылась и вонная, Там были девушки Маруся, Роза, Рая, В двух шагах от края, в двух шагах от края. Пропустить рекламу можно будет через пять, Четыре, три, два, один. Так, я закончил петь. Информация, кому интересно, я думаю, Юра, У нас есть такой проект, На самом деле он у меня, Юра тоже описано, Где-нибудь в районе сентября-октября Мы сделаем, Я сейчас буду говорить, Я думаю, что в районе сентября-октября Мы сделаем такой стрессовый квартирник, Куда приедет замечательный, совершенно гениальный человек, Стурского Лени Фарахонов. И я, кого-нибудь позовем третьего, Может Дарью Манухину, Может еще кого-нибудь. Дарью Манухину и Фарахонов, то есть это как представляешь? Без Фарахонов в третьем нельзя. Ну там нет, там реально, Это будет, нет, Это дело даже не в том, кто там будет играть, Потому что сейчас еще не сентябрь, не октябрь, Но в том, что, В том, что, Просто, Ну, допустим, сюда, в Москву, Я раньше уже не приеду точно. Вот. И мы это сделаем, И там будет, ну так бы, Шапочный сбор, как обычно, И, в общем-то, никакой конкретной информации, Как вы сами понимаете, сейчас нету. Когда это будет, мы это решим, Но об этом все узнаете, Все, наверное, пользуются этими Бляскими компьютерами, гаджетами. Вот. В общем-то, Я думаю, что мы это сделаем. Для меня, по крайней мере, Это ближайший вот такой вот проект. Ну, Юра, ты, я думаю, не против. Ну, посуду пить не буду. Все, у тебя его много. Вот. Короче говоря, я заранее, Я заранее всех туда приглашаю, Без конкретной информации. Потому что вы просто сейчас понятные, Она появится. Ну и все, спасибо. Мы благополучно. Мы благополучно его закопали. И теперь земля ему будет сухой. Значит, мы будем. Что-то там с ним будет потом. Смотря ни на что, все прошло. Спасибо. А ну это, следите за информацией. Леша уже...